Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Увеличится ли в медицинских университетах число бюджетных мест? На что в Петербурге можно потратить материнский капитал? Какие меры социальной поддержки семей предусмотрены в северной столице? И как получить положенные выплаты в кратчайшие сроки? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем мы с информации, которая может вас легко шокировать. И, например, заставить белое назвать черным, проще говоря, с фейков, которых в последнее время стало слишком много. И некоторые из них действительно требуют подробного разбора. Давно ли мы с вами говорили о попытках создателей фейков поссорить? Как мне помнится, последний раз такое было несколько недель назад. Фейки про страны и политические разногласия создавать сложные, они не частый гость в нашей рубрике. Производители шоколада казахстанский сняли саркастическую рекламу о россиянах. И, конечно же, ролик касается мобилизации. 47 секунд этого творчества назвали «Вкус свободы». С одной стороны, это жуткая банальщина. Ну а с другой, это правильно созданный, но правильно созданный только на бумаге, фейк. Темы, естественно, выбраны максимально громкие взаимоотношения России и Казахстана. Ну а к ним добавили еще и мобилизацию. Собрали все, что могли в одном ролике и постах с ними в интернете. И вроде необходимо переживать за отношения двух стран. За то, что стали снимать рекламы с оскорблением в наш адрес. Есть лишь одно небольшое «но». Все это глупейший вброс, который должен просто напугать читателей, которые не будут вдумываться в то, что увидят. Если начать разбираться в том, что публикуют в телеграм-каналах, то выяснится вот что. Сам ролик снят в России и является юмористическим, чего и не скрывают авторы. Отношения к Казахстану он также никакого не имеет. И официальной рекламой это, само собой, не является. Только все сказанное выше не мешает создателям фейков любые ролики, картинки или посты разворачивать против нас при любой возможности. Самое главное — пугать читателей различными ужасами. Ну а поверите ли вы или нет, уже никого не волнует. Фейки клепают, как пирожки в булочной. Если не сработал один, то тысяча следующих точно кого-то зацепит. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Период участия граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже, как день за два. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Новые правила распространяются на тех, кого призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации — на контрактников и добровольцев. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии. Это касается, например, людей, которые до участия в СВО работали на Крайнем Севере или трудились на вредных производствах. Их специальный стаж прерываться не будет. Производственные аптеки возвращаются. Соответствующий закон приняла Госдума. Документ разрешает аптекам, в том числе ветеринарным, а также предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, самим производить препараты. Кроме того, отменяется запрет на изготовление лекарств, зарегистрированных в нашей стране. В Комитете по охране здоровья пояснили, что новый закон призван возродить производство в аптеках препаратов в индивидуальной дозировке, которые выписывает врач для конкретного пациента. Таким образом будет обеспечиваться более персонализированный подход в медицине. Что же касается врачей, то уже скоро получение этой профессии станет более доступным. В медвузах увеличат число бюджетных мест. И произойдет это уже со следующего учебного года. Об этом рассказали в Минздраве. Так, количество мест для бюджетников по специальности лечебное дело вырастет более чем на 3%. Почти на 5% по специальности педиатрии и больше чем на 7% по медико-профилактическому делу. Отмечу, что дополнительные места для обучения за счет федерального бюджета появятся прежде всего в тех регионах России, где требуются дополнительные медицинские кадры. И в продолжение информационного блока наша рубрика «Актуальный вопрос». Сегодня мы спросили у эксперта, куда обращаться за консультациями по сохранению рабочих мест за мобилизованными гражданами. И давайте послушаем ответ. Если возникают вопросы или жалобы, связанные с порядком сохранения рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, то необходимо обратиться за консультацией на горячую линию Роструда по телефону 8 800 707 88 41. Заявки ими принимаются круглосуточно и без выходных. Ваши жалобы должны быть рассмотрены в течение суток со дня их поступления. Для этого госинспекции могут взаимодействовать с органами прокуратуры, чтобы дать вам в установленный срок необходимый ответ. А мы продолжаем наш эфир и сегодня поговорим о мерах поддержки семьи с детьми. Владимир Путин заявил о продлении программы мат-капитала до конца 26-го года. Уже в следующем году размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка почти 780 тысяч рублей. Как и на что его можно потратить? Этот и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем Ириной Шереметьевой, начальником управления социальной защиты материнства и детства комитета по социальной политике Петербурга. Ирина, добрый день, спасибо, что нашли время для нашей беседы. Добрый день. У меня первый вопрос, который хочется сразу задать. Какие есть меры поддержки семей вообще? Как их получить? Дело все в том, что нашим президентом и губернатором Санкт-Петербурга уделяется особое внимание семьям при рождении детей и семьям, воспитывающим детей. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает 612 тысяч семей, в которых воспитываются 924 тысячи детей. Особенно активно развивается институт многодетной семьи. На сегодняшний день в городе 52 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается почти 170 многодетных детей. У нас почти миллион только детей живет в Петербурге, получается миллион. Да, и практически каждая семья, она находится под заботой государства. У нас предусмотрен ряд мер социальной поддержки, как федеральным законодательством, так и законодательством Санкт-Петербурга. Предоставляются ежемесячные выплаты на воспитание детей, при рождении детей. Предоставляются единовременные выплаты. Предоставляются по категориям. Это детям, где воспитывается один ребенок в семье и неполные семьи, когда один родитель только воспитывает детей. Или это дети-инвалиды, или это многодетные семьи. По различным категориям предоставляются различные виды социальной поддержки. Федеральным законодательством установлены 81-й федеральный закон, который предусматривает выплаты беременным женщинам, выплаты по уходу за ребенком. С 1 января 2023 года этот закон будет предусматривать такие меры социальной поддержки, как выплата от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет. Ряд мер, которые предусмотрены социальным кодексом Санкт-Петербурга, в социальном кодексе, сконцентрированы все меры социальной поддержки, которые предоставляются семьям и семьям на воспитание детей. Что касается законодательства Санкт-Петербурга, так выплаты предоставляются детям от рождения до полутора лет. Это первая выплата? Вторая выплата от полутора лет до 7 лет. Третья выплата от 7 лет до 16 лет. И если ребенок обучается, то эта выплата предоставляется до 18 лет. Также предоставляется выплата ребенку-инвалиду, ребенку-инвалиду, и если в семье оба родителя инвалида, ребенку-вич-инфицированному, ребенку с особыми потребностями. То есть огромный круг людей. Огромный спектр мер социальной поддержки, которые предоставляются гражданам Санкт-Петербурга. Предоставляются меры жителям Санкт-Петербурга, необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, либо регистрацию по месту пребывания в Санкт-Петербурге. Помимо этого, предоставляется ряд единовременных выплат. При рождении ребенка на первого ребенка порядке 36 тысяч рублей. На второго ребенка 48 тысяч рублей. И при рождении третьего ребенка предоставляется 60 тысяч рублей. Также предоставляется и единовременная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет в размере 60 тысяч рублей. То есть это достаточно большой спектр мер социальной поддержки, которые предоставляются семьям, воспитывающим детей. Помимо этого, есть еще ряд компенсационных выплат, которые предусмотрены законодательством Санкт-Петербурга. Хорошо, у меня тогда вопрос. Я сейчас сижу, у меня в голове цифры, суммы, я просто даже не понимаю, где, куда, как обращаться. Есть ли где-то источник в интернете, где можно все это изучить? Безусловно, ряд мер социальной поддержки предоставляются органами управления социальной защитой населения. Необходимо обращаться в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства, либо необходимо обращаться в МФЦ или на портал государственных услуг. Подается заявление, прикладываются документы, и администрации районов рассматривают этот вопрос с учетом ситуации, которая в семье, назначаются определенные меры социальной поддержки. Также на сайтах администрации можно ознакомиться с предоставлением этих мер социальной поддержки. То есть интернет нам расскажет все, можно выяснить все интересующие возраста и суммы, которые положены. Тогда другой момент, материнский капитал. Но прежде чем мы к нему перейдем в нашей беседе, предлагаю посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова. Он подготовил небольшую справку, и давайте посмотрим, что мы еще не знали про материнский капитал. Материнский капитал как мера поддержки семьи с двумя и более детьми действует в России с 2007 года. Тогда выплата составила 250 тысяч рублей. Потратить эти деньги семья могла на улучшение жилищных условий, получение образования детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери. С 2007 по 2015 год размер выплаты индексировался для покрытия прогнозируемой инфляции. За 9 лет сумма выросла до 453 тысяч рублей. А с 2020 материнский капитал положен и за рождение первого ребенка. За появление первенца стали платить 466 тысяч. В случае рождения или усыновления второго ребенка маткапитал увеличивался на 150 тысяч и составлял 616 тысяч рублей. С начала программы выплаты получили уже 12 миллионов семей. Большинство участников программы направили деньги на улучшение жилищных условий. С прошлого года размер выплаты вновь индексируется. Теперь по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Так, с 1 февраля 2023 сумму планируют увеличить на 12,4% до 589 тысяч рублей за первого ребенка и 779 тысяч за второго. С цифрами более-менее понятно. Алексей объяснил нам, как и на какие суммы проценты все это будет увеличиваться. Но у меня важный вопрос. Региональный материнский капитал, федеральный материнский капитал? В чем принципиальная разница для меня, как для человека и для наших зрителей, чтобы тоже это было, может быть, понятней? Да. Действительно, имеется такая дополнительная мера социальной поддержки в Санкт-Петербурге, как предоставление средства, сертификата материнский капитал. Размер материнского капитала на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 169 тысяч рублей. И этот размер ежегодно индексируется. Материнский капитал предоставляется женщине, родившей третьего ребенка, начиная с 1 января 2012 года и до 2026 года. Пока у нас тоже материнский капитал продлен. Также предоставляется материнский капитал женщине, родившей третьего и последующих детей, также в этот период времени. Вот тогда вот здесь даже у меня, я извините, что перебью, но хочу сразу уточнить. Смотрите, вот федеральная программа на первого ребенка, на второго, Петербург на третьего, на четвертого. Третий, да, третий и последующий. Взаимно не исключают, да, программы друг друга, скажем так? Нет, нет, не исключают, не исключают. Нет, материнский капитал региональный, который предусмотрен законом Санкт-Петербурга, можно потратить, первое, на улучшение жилищных условий, включая ипотечные кредиты или просто, если жилье приобретено в кредит, на строительство, реконструкцию жилого дома или садового дома, на приобретение садового участка, на получение детьми образования. И вот буквально на прошлой неделе подписаны изменения в закон о материнском капитале, и на получение образования возможно также использовать эти денежные средства на оплату репетиторов. Эти денежные средства могут также быть потрачены на приобретение автомобиля, на организацию отдыха несовершеннолетних детей, на организацию социально-курортного лечения, на реабилитацию детей. То есть достаточно широкий спектр использования средств материнского капитала за счет регионального бюджета. Я вот здесь тоже тогда задам вопрос. Перед тем, как провести этот эфир и побеседовать с вами, я задавал вопросы своим знакомым, у которых есть дети, и они мне адресовали те вещи, которые они не понимают. В региональном материнском капитале мы имеем возможность купить себе автомобиль для того, чтобы нашу большую дружную семью было удобно возить, а в федеральном пока не можем. Так нельзя, правильно ведь? Да, за счет федерального бюджета и в соответствии с федеральным законодательством эти денежные средства не могут быть использованы на приобретение автомобиля. А за счет регионального, да, могут быть использованы. Ну то есть у нашего материнского капитала Петербурга шире гораздо. Шире спектр, да. Федеральный материнский капитал собирается догонять Петербург или нет? Ну, будем надеяться, наверное, что да, потому что тоже постоянно вносятся изменения. Федеральное законодательство, это федеральный закон о дополнительных мерах поддержки граждан, имеющих детей, предоставляется материнский капитал на первого ребенка. И это мера, которая введена с 1 января 2020 года, потому что раньше данная мера предоставлялась только при рождении второго ребенка. Материнский капитал тоже, как уже обратили внимание, на это ежегодно индексируется федеральный. И также могут быть использованы эти денежные средства на улучшение жилищных условий, в том числе и на погашение ипотечного долга, и в случае, если жилая площадь приобретается за счет кредитных ассигнований. Далее эти средства также могут быть использованы на получение образования детьми. Эти средства могут быть использованы на формирование накопительной пенсии для мамы, страховой пенсии для мамы. И также могут быть использованы в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка. Это предусматривает в размере величины прожиточного минимума, который устанавливается ежегодно в субъектах Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. Вот в Санкт-Петербурге он установлен в размере 14 042 рубля. Это при рождении второго ребенка мама может написать заявление, обратиться в пенсионный фонд, и ей будет осуществляться эта ежемесячная выплата в том случае, если у нее есть такая необходимость, и если она имеет на это право в размере величины прожиточного минимума за счет средств материнского капитала. Вот в пределах этих 466 тысяч рублей. Хорошо, тогда давайте шагнем в сторону слухов, сплетен и того, что обсуждают в интернете. Я наткнулся на информацию, которую многие люди цитируют, о том, что материнский капитал можно использовать только от 3 лет, когда ребенку исполнилось 3 года, только тогда можно распоряжаться этими деньгами. Это только касается одного направления, улучшения жилищных условий. Все остальное? Да, все остальное можно сразу же использовать. И то, если жилая площадь приобретена с учетом ипотечного кредита, то тогда эти средства можно использовать сразу. Прекрасно. Вот я вам задаю вопросы без остановки, меня тем интересует, но петербуржцы также хотели несколько вопросов задать, и один из них мы прямо сейчас покажем, и надеемся, что вы ответите на вопрос и поможете нам разобраться. Давайте посмотрим и послушаем. Как узнать, какие выплаты мне положены и как их быстрее получить? Очень быстро, очень коротко. Как узнать, какие выплаты положены? Ну, как я уже сказала, что на сайте администрации районов есть информация вся о выплатах и вообще о мерах социальной поддержки. И по возрастной категории детей, и в зависимости от ситуации, которая складывается в семье. Далее. На сайте Комитета по социальной политике также представлена большая информация о мерах социальной поддержки. И если обратиться в информационный центр по телефону 344-14-41, также можно получить информацию о выплатах. Индексация материнского капитала. Это вопрос от моей хорошей подруги, жена моего коллеги на этой работе. Они хотели узнать, если мы материнский капитал не используем сейчас, вот нам выдали сертификат, он лежит до нужных времен, то индексируется каждый год сумма этого материнского капитала? Нет, эта сумма не индексируется. В том году, в котором получили, вот ту сумму и будут получать, которая предусмотрена была в том году, когда получили сертификат. Все прекрасно. То есть она заморожена, условные 466 тысяч рублей, все, вот мы получили, когда угодно получаем именно это. На сегодняшний день это так. Но это же, это все равно полезно, этот сертификат все равно поможет пойти на квартиру. А вопрос, а можно ли потратить их на ремонт квартиры? Это не предусматривается на сегодняшний день законодательством. Нашим законодательством предусматривается реконструкция жилого дома или дачного садового дома. То есть, чтобы жилплощадь все-таки была, а дальше уже, извините, но уже все-таки сами можно все это сделать. Насколько часто люди не получают какие-то выплаты, матподдержку в семьях из-за неинформированности? Есть ли вообще такая проблема? Неинформированность людей? Это очень важно на сегодняшний день. Информационная кампания достаточно хорошо проводится. Ведь у нас же создана сеть учреждений, центры помощи семье и детям в каждом районе города. Куда приходят постоянно граждане, которые проживают на территории района. Там работает группа специалистов, которые консультируют по всем вопросам, в том числе и по предоставлению различного вида мер социальной поддержки. То есть, образно говоря, я сейчас немного грубо скажу, можно прийти практически к вам с вопросом, что можно, что нужно, что как и где. И каждый специалист в любом учреждении, в отделе социальной защиты, он проконсультирует и даст четкие ответы. И у гражданина будет понимание, на какие меры они могут претендовать и получить эти меры. Ну вот у нас остается буквально минутка, поэтому последний вопрос про цифровизацию. Про материнский капитал даже в приложении Госуслуг же можно изучить огромное количество информации. И там же в том числе и подавать заявки какие-то. Так, а сейчас так и есть, что все меры социальной поддержки могут быть, граждане могут обращаться через портал государственной услуги. И это делает и очень хорошо используется это гражданами. И это очень-очень удобно, потому что фактически есть такие меры социальной поддержки, которые гражданин подает только одно заявление. И все. И можно с телефона. Узнал и там же подаешь. Да, заявление и потом получает эту меру социальной поддержки. И все. Остальные, он не предоставляет даже никакие документы. И это мы к этому идем. Это наше будущее. Что абсолютно все меры социальной поддержки будут предоставляться в таком виде. Только на основании одного заявления. А остальные все в рамках межведомственного взаимодействия. Спасибо вам большое за эти ответы. Даже я, человек, который пока еще очень далек от материнского капитала всей темы, начал хотя бы немного понимать. Спасибо вам большое. Я напоминаю, мы беседовали с Ириной Шереметьевой, начальником управления социальной защиты материнства и детства комитета по социальной политике Петербурга. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ.